здравствуйте с вами роман сегодня хотела поговорить на такую тему стоит ли помогать нашим потомкам частности детям родственникам постоянно безвозмездно жертвуя своей жизнью временем и развитием просто очень много в последнее время сталкивался с людьми то есть это уже реально практический опыт когда люди рассказывают своей жизненной ситуации и человек вот я построил там большой дом тысячи квадратных метров я там думал что мой сын или моя дочь будет со мной жить но когда сын или дочь вырастают не просто с ними не живет еще выбирая другую страну проживания и уезжает очень далеко от родителей то есть мы надеемся да мы что-то хотим мы хотим чтобы допустим наш сын продолжал династию офицеров там династию врачей и так далее и таким образом когда наш потомок вырастает естественно у него желание другие во первых время было другое когда это начиналось строится и когда родители хотели сделать именно такую жизнь как они видели для своего потомка но получилось все с точностью до наоборот и таких примеров масса там дать образование там до что-то сделать особенно ну такое долгоиграющие купить квартиру в этом городе построить дом там-то свой там дом строить в надежде на то что с тобой будут дети жить все вот эти вещи они очень призрачные туманны на самом деле да то есть мы очень часто в жизни тратим время не на то что нужно а финансы а свою энергию и сами себя путаем и хотим детям вроде бы самое лучшее на своим потомкам сделать но на самом деле мы можем просто потерять время и деньги и связи с этим в первую очередь нужно думать о себе конечно когда мы строим какой-то дом мы понимаем что мы спас состаримся такой большой дом нам не нужен бы мы надеемся что наши дети будут в этом доме жить со своими семьями там а мы перееем в какую-то большую квартиру там либо мы уедем более маленький домик на самом деле надо именно все делать под себя есть маленький ребенок дополнительно комнат есть там два ребенка там две комнаты все не более не менее когда мы слишком много всего начинаем делать на вырост то это все может плохо закончится пытаемся дать саму чаду то что мы не получили и таким образом приходит последующим понимание что наше чадо не может копировать нас каждого человека в программе написано кем он должен быть какой стране он должен жить и ангел-хранители учителя могут вывести постепенно на другую дорогу не ту которую мы выбираем то есть мы ничего для своего чада не можем гарантировать и не можем прогнозировать то есть нужно быть своими желаниями фантазиями быть еще аккуратными и свою помощь дозировать то есть иногда мы настолько любим да настолько мы пытаемся дать своим чадом до больше энергии больше любви это может наоборот обернуться проблемами то есть чада вырастет таким мягко телом скажем да и таким образом мы не сможем добиться того чего мы хотели до обучать воспитывать надо но стараться все таки делать под свои реалии на то что вам именно надо вам в первую очередь когда чадо вырастет когда ему там 18-20 лет естественно у него другие цели задачи вот возможно ему ваша помощь вообще будет не нужна потому что то что вы видите на сегодняшний день чтобы через 20 лет никто не знает мир может за 20 лет настолько сильно измениться представьте до советский союз и сегодняшняя россия вообще все разное то есть разные миры мы должны жить своей жизнью они должны жить другую жизнью постоянно для кого-то для родственников для друзей да надо помогать умеренно и надо помогать тем кто достоин этой помощи а кто не просят не надо помогать многие профессионалы сегодня также не помогает просто так они ценят свое время они ценят себя они просто так не дают советов можно какие-то советы потом эти советы обернуться против вас даже родственникам даже своим чадом то есть это надо понимать вот и даже когда вы даете финансы там до даете свое время вы должны понимать это стараться каждой ситуации относиться нейтрально то есть когда реально требуется помощь до помогать но не сюсюкаться не пытаться дать человеку все и когда он вырастает он не стремится ни к чему то есть стремление должно быть вот как билл гейтс да там истории многие знают что своим сыну ребенку тому особо много денег не дал дал сколько там денег пару миллионов сколоте пара миллионов стартовый капитал все дальше сам а могут дать там несколько миллиардов но уже не дал то есть стартового капитала вперед сам должен развиваться то есть это в частности касается каких-то олигархов которые балуют своих детей там мультимиллионеров миллиардеров там да то есть какие-то золотая молодежь как говорится вырастает ни рыба ни мясо то есть это очень опасные моменты ну то есть нужно понимать и старайтесь все-таки думать больше о себе о своей жизни потому что зачастую мы начинаем думать обо всех многие допросит помогите дайте спасите начинаешь помогать давать вот но это помощь тоже может не закончится никогда если откажешь человек очень сильно обижается поэтому здесь должна быть какая-то золотая середина здравый смысл с оглядкой на свою жизнь на свое понимание вот и на самом деле когда немножко своих родственников там друзей знакомых немножко держим на расстоянии вежевых рукавиц он так условно то к тебе лучше относятся тебя больше уважают ценят когда видят что там все полностью делать ну как бы уважение немножко такое другое становится тебе на шею садятся вот так что кто попадал в такие ситуации в жизни пишите свои комментарии вот как вы к таким вещам относитесь какие-то может быть примеры из вашей жизни может ваши примеры личные примеры других людей там родственников вот чем они в итоге закончились когда кто-то пытался помочь другим именно сделать жизнь такой как он считает нужным а не такой как она должна быть у тех людей кто еще не вырос и идет по своему пути развития вот спасибо вам за внимание удачи вам увидимся новых выпусках всем пока до свидания